Часовню на территории республиканской прокуратуры начали строить примерно около года назад по инициативе тогда еще крымского прокурора, а теперь депутата Госдумы России Натальи Поклонской. Рядом со своим бывшим рабочим местом она участвует в таинстве освящения. Церемонию ведет митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Дорогие братья и сестры, причисление к лику святых царской семьи, несомненно, является событием огромного духовного значения. В жизни православной церкви и богоспасаемого Отечества нашего. И как замечательно, что сегодня мы осветили эту прекрасную часовню в честь этих дивных угодников Божьих. Часовня воздвигнута в честь святых царственных страстотерпцев. Императора Николая II, государни Александры Федоровны, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и цесаревича Алексея. Покровительство новой часовни последним царем из династии Романовых не случайно. Император обладал блестящим юридическим образованием, поэтому сотрудники прокуратуры считают его своим хранителем. От лица московской войсковой православной миссии Наталье Поклонской передали в подарок икону Николая II, изображенного с наследником Алексеем в форме царского конвоя. Также казачья община Санкт-Петербургской митрополии наградила экс-прокурора Крыма медалью к 400-летию памяти дома Романовых. Сегодня в центре города Симферополя, в сердце Крыма, поскольку Симферополь это его столица, на самой центральной улице, улица Севастопольская, Севастополь, где крестили Русь, по дороге в Херсонес и расположен этот удивительный и замечательный наш маленький храм. Я очень благодарна нашим сотрудникам. Спасибо и низкий поклон всем, моим друзьям. Это не только коллеги, это мои друзья, это мои попутчики по жизни. Я благодарна моей семье, которая пришла. Я благодарна каждому из вас, прихожанину. Владыка, низкий поклончик. Наталья Поклонская обратила внимание на то, что при строительстве часовни возникало множество трудностей. Однако их удалось преодолеть всеобщими усилиями. Возводили за счет взносов сотрудников надзорного ведомства. Рядом с часовней должен был расположиться фонтан. Однако теперь на этом месте клумба с любимыми цветами царя – розами. Он строился около примерно полтора года. Мы начинали, вообще думали, что будет только часовенка маленькая. А потом, когда уже начали приступать к работе, нужно и сквер делать. Поэтому сделали и часовню, и сквер. Для нас это даже не часовня, а скорее храм. Наш маленький храм. Поэтому сегодняшний день долгожданный. Официально сегодня его осветили. Поэтому сегодня уже это не просто здание, а святое место. Слава Богу, дождались и построили все совместными трудами. Трудами моих коллег, моих друзей. Кроме маленького розария, возле часовни разбит уютный сквер и установлен бюст Николая II. Высажены туи, ели, можжевельник и один из главных символов России – березы. Специально для часовни была изготовлена уникальная мозаичная державная икона Божьей Матери, сделанная московскими умельцами из природного камня. Она выполнена по образцу мозаики в Константинопольском соборе Святой Софии. Также по инициативе Натальи Поклонской часть личных вещей императора из Санкт-Петербурга передана в Ливодийский дворец. Егор Зайцев, Борис Дведяк, Служба новостей и ТВ.